И так, друзья, всем привет, всем добрый вечер, дамы и господа, с вами Севан. Я хотел вам представить матч континентальной хоккейной лиги между командами ЦСКА и Акбарс. Составы команд, друзья, вы можете видеть на своих экранах. ЦСКА, друзья, в западной конференции занимает четвертую строчку после 12 игр 16 очков. Акбарс, друзья, также находится на четвертой строчке, имеет такие же показатели после 12 игр 16 очков. Что касается последних матчей, Акбарс, друзья, в гостях в овертайме уступил финскому Йокериту, а ЦСКА, же у себя дома, с трудом выиграл у Новосибирской Сибири 1-0 в овертайме. Бабков сегодня будет стоять в воротах Акбарса и Рейдеборна будет стоять сегодня в воротах ЦСКА. Вот такие вот сегодняшние галкиперы будут защищать свои клубы. Я буду играть за ЦСКА, пожелаю мне удачи и, надеюсь, победит сильнейший. Галимов на брасне против Григоренко выиграли в брасне. Вообще, и что ЦСКА, что Акбарс показывает какой-то непонятный хоккей. Акбарс в последних пяти матчах смог одержать четыре победы, но вы просто не представляете, каким трудом они были добыты везде. Победы там с разницей в одну шайбу практически. Только в матче со Спартаком в две шайбы смогли они одержать победу у себя домашнюю. А так, все остальные игры, причем соперники-то были не такие сильные, Акбарс смог вот так вот с трудом большим забирать два очка в этих матчах. Что же касается ЦСКА, неожиданное поражение в Магнитогорске 4-0. Затем поражение от Трактора, также в гостях и везде одну-две шайбы команда забивала. Очень плохо пока у той и другой команды. Ну, четвертые места в своих конференциях они занимают. Забросили нам шайбу, опять же говорю, когда я обсуждаю хоккей, тяжело мне комментировать. Сафонов у нас забросил. Что, давайте включаться, у нас было несколько моментов там опасных. Будем попробовать отыгрываться. Сейчас Гилмар, передача дальше, Нордстрим. Челчок поворотом, Бобков останавливает игру. Плотников 1-0, выходим. Бросок поворотом и Плотников забрасывает ответную шайбу, друзья. 1-1, ЦСКА Акбарса. Отыгрывается ЦСКА Сергей Плотников без передач, там он шайбу забрал. В средней зоне, вот здесь вот убежал. И снова не получилось у меня сделать раскачку. Но, тем не менее, как-то шайба все-таки зашла в ворота, друзья. 1-1. На самом деле, в этом матче, ребята, я больше склоняюсь к тому, что Акбарс может одержать победу. Как-то ЦСКА слабоват. Акулов, передача на Гуськова. Передача не стирал, бросок кистьевой. Акулов, надо побороться. Здесь Журавлев, Линкольм. Передача на Петрова, снова Линкольм. А тут только мои игроки. Корноухов. Передача неплохая. Подбросок Нестерову. Шайба залетела там, не залетела разве у ворота? Ну и тут же меня встречают. Я тоже могу встретить. Очень жестко там встретили моего игрока, Журавлев. Шайба пробрасывается дальше. Линкольм, Глухов. Передача, ну здесь я держал игрока, это Лукоянов был. Но это не опасно. Сошников. Бросок Сошникова не получается. Мои, похоже, все на смену побежали. Сафонов. Отлично. Слепышев. Отдал же вроде бы передачу. Хенкель. Галимов. Слепышев. Бросок по воротам. Ну вот момент какой. Григоренко. Далбек. Ай-яй-яй, не получается. У нас здесь в одно касание хотел бросить. Ну и, конечно же, здесь один игрок. Где все мои-то? Светберг, где мы катаемся, скажите? Нордстрима встречает. А Светберг тоже дает понять, что он не лакомшит. Светберг. Светберг, ну вот момент. Зачем туда? Я же отдавал на нашего нападающего здесь. Бобков еле как шайбу прижимает. Друзья, 6,6. Десятых остается до конца. Первого периода. Да, вот здесь очень жестко. Светберг просто сминает. Дыняк, по-моему, это был. 3-2 по выигранным бросованием. Ну и снова подбросок. Гилмору не попадает. Да, и Плотников здесь не смог. Бросить по воротам, друзья. И 1-1. Пока в матче между ЦСКА и Ягдбарсом. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 2. 6-3 по броскам. Мы пока впереди. 3-3. Одинаковые показатели на точке. После первого периода Григоренко набросный против Галимова. Первое звенье команд встречается в центральном круге. Гилмор. Начинаем свою атаку. Бросок Гилмора. Крабаков. Григоренко убрался. Не проиграна. Сафонов. 2-1 убегает. Хоккейсток Барса. Коваленко. Рейдеборн. Оба-на. Вот это я сделал. Прикольно. Не думал, что получится. Слепышев. Слепышев. Плохая передача. Сафонов. Шайбу пробрасывает дальше. Киселевич. Сошников. Сошников. На ровном месте теряем шайбу. Это неплохо. Дайте удаление уж за что-нибудь. Нестеров хорошо сыграл. Выходить из зоны нужно. Ой, хорошо. Ушли. Передача на пятачок. На Григоренко отдавал. Нестеров наброс на ворота. Мимо. Хорошо. Хорошо мы играем в этом матче. Прямо я чувствую, что у нас есть некоторые преимущества. В какой-то веке. Бросок по воротам. Жестко. Выручает нас. Ну вот. Подбросок. Ну не на Нестерова. ЖАД давал. Очень много чего-то я жалуюсь. Жалю. Галима. Да юзину шайбу все-таки дошло. Смотрите-ка. Бросок по воротам. Рейда Борн. Шайбу не останавливает. Игру не останавливает. Норстрем. Плотников. Дальше. Пройдет ли здесь? Нет. Не прошел. Плотников. Встречает здесь Светберг. Щелчок по воротам и забрасывает Вальмарк. Правильно его называть все-таки. Я его называл до этого Вальмарком. Лукас Вальмарк с передачи Светберга просто прошивает галкипера Бабкова здесь. Ну дали мне пространство. А что мне делать-то? Решил я бросить и забросил. Очень точный бросок получается. В самую девятку попадает наш нападающий. И выходим мы вперед, друзья, в этом матче. 2-1, друзья. 7 и 6 секунд остается до конца второго периода. Укаяна. Ой-ой-ой. А вот здесь будем сейчас драться. Это у нас стоит. Бурмистров хочет люлей получить. Бурмистров-то не лыком. Нет, мы сейчас, походу, быстро здесь. Ну, Светберг и побольше будет. Я думаю, если бы даже в реале, наверное, не встретились, то Светберг, наверное, победил бы. Не на того полез Бурмистров. При всем уважении. Да, вот здесь, получается, Лукаянова Светберг встретил. И попытался здесь заступиться. Светберг и второго тоже положил. За драку отправляются оба игрока. Продолжается в этом же формате игра. Пять на пять. Джордан Уилл на вбрасне против Гуськова. Проигрывает его Джордан Уилл. Карнаухов. Взбивает меня здесь. Панюков. Уилл. Уилл. Иду я на пятачок. Глухов. Такие броски должен ловить Рейдеборн. Карнаухов. Шайба сохранилась. Все-таки здесь вроде бы наш нападающий. У Долини здесь за подножку отправляется игрок Акбарса. Это у нас Уилл, по-моему. Да, Уилл за подножку отправляется. На две минуты в большинстве, друзья, мы сейчас будем играть. Тут же первое звено. Григоренко, Слепышев и Сошников. Брасне выиграли. Отлично. Кисей Левич. Слепышев передача назад на Гилмара. Гилмар. Может быть попробовать бросить. Шайба вышла из зоны. Да, к сожалению, вот когда видишь вот такой момент, что на тебя идет нападающий, очень тяжело сохранить шайбу. Либо нужно один в один переигрывать, либо как-то по-другому действовать. Григоренко. Григоренко входит в зону. Вот подбросок к Киселевичу. Шайба залетает в ворота. Отлично. Мы здесь сыграли. Передача назад на защитника. И тут же бросок от Богдана Киселевича. Ну что, давайте смотреть повтор. 4-2 становится счет. На двух шайб мы увеличиваем преимущество. Джордан Был выходит со скамейки штрафников. Григоренко. Передача назад. И тут же щелчок. И Бабков не выручает свою команду, друзья. В большинстве мы отличаемся. Григоренко. Григоренко. Шайбу не забрал здесь. Сафонов. Передача на Галимова. Кистевой бросок. Рейда Борн. На месте. 8 секунд до конца. Счет-то 3-1, оказывается. Я думал, 2-4. Вот это я напутал. Слепоша. Григоренко. Бросить не дали нам здесь, друзья. 3-1 после 40 минут матча, друзья. Матч между ЦСКА и Ак-Барсом. Давайте, друзья, переходить в период по номерам 3. Настроение хорошее. 3-1 пока ведем. 9-8 по броскам впереди. Собственно говоря, ЦСКА на точке чуть лучше выглядит Ак-Барс. Самое главное 3-1, друзья, мы ведем после двух периодов. И, надеюсь, мы сохраним это преимущество. Киселевич. Очень неплохо. ЦСКА выглядит в матче против Ак-Барса. Здесь Винхайл 20. Григоренко. Снова подбросок Гилмору. И снова Бабков выручает. Гилмор атаковал ворота. Брас не проиграли. Хенкель. Кемфер. Климов. А тут переход хороший от Сошникова. Сошников должен обойти здесь. Должен обойти. Обходит. А вот передача назад. Или хотя бы вдоль ворот не получилось здесь сделать. Щелчок по воротам. Рейдеборн. Мы здесь просто отодвинули игрока. Ак-Барса. Бросок. Мимо. Вроде бы уже переиграли. Но шайбу мы сохранили. Богдан Киселевич. Берет на себя. Здесь инициатива. Передача на Слепышева. Ай-яй-яй. Вот эта передача не прошла. Ну, кстати, шайбу-то я сохранил. В зоне. Ну, думал, она вышла. На самом деле из-за этого уже назад поехал. Гилмор в ход в зону. Останавливаемся. Кому отдать? Дальше пробрасываю. Здесь Григоренко успевает. Вот сюда бы отдать. Ах, собрали у меня здесь шайбу. Ну, и пока такого напора. А так Барса я не вижу. Даже Сибирь меня просто катала. Вот так Барс этого делать не может. Ну, и хорошо. В перехвате играют игроки ЦСКА. Перехват. Линхольм. Перехватил эту шайбу. Горлицкий. Ой-ой-ой. Как мы здесь не удержали-то игрока. Просто один на пятаке был. Пурмистров. Но ошибаются. Очень много ошибаются игроки Акбарса в передачах. Неплохо. Панюков. Журавлев. Ложился здесь под шайбу. Не получилось ее заблокировать. Плотников. Видно, 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 что включились. Акбарс. Ну, неудивительно. Глухо. Ой, держать нужно пятак. Панюков. Юдин. Не получилось передачу отдать. Панюков. Все, стою я на пятак. Буду держать пятак. Ну, как так? Ну, нельзя давать так. Юдин. Заперли меня. Заперли. Рейд Борн. Куда передача-то, Адам? Уже и поменяться успели игроки. Коваленко. Да, очередной. Просто очередной раз меня возят. Сняли голкипера. Ну, Гуськов надо забивать. Ай, попал игрока. В Юдина попал. Как бы сейчас нам не забросили. Сафонов. Передача на Бурмистрова. Сафонов. Рейда Борн. Выкатывается. И выручает. Нас вообще Рейд Борн очень неплохой матч проводит. 44,3 секунды остается до конца, друзья, третьего периода. Смотрим мы силовой. Здесь Панюкова. 6 на 5 играет команду. У нас Андронов на бросовании. Очень важно его выиграть. Мы это делаем. Попов. Может быть, Попов попробуем. Блин, удаление у нас будет. 6 на 4 будем играть. Горлицкий. Хорошо, хорошо мы играем в обороне. 3-1. У нас счет до сих пор. И 28,7 секунд остается у Акбарса. Для того, чтобы попробовать в этом матче забрать очки, тяжело, наверное, конечно, будет. Ну, я не должен пропускать две шайбы за полминуты. Хотя это вполне себе возможно. Да, бросной проиграли. Это очень плохо. Сафонов. Подбросок. Просто стою перед воротами, ребят. Кемпфер. Зачем нужно было стоять перед воротами? Я только мешал, по-моему, Рейдеборну. И просто по точности очень хороший бросок получается у Кемпфера. Горлицкий там в ассистентах. Да, что-то начинаю. Я уже волноваться. Бабков мы видим там на лавке. Светлаков уходит с каменьки штрафников. Здесь передача назад. А Линхельм там, судя по всему, третий ассистент. Второй, точнее, ассистент. Ну и посмотрите просто, какой по точности бросок получается у Кемпфера. 20 секунд, друзья. Киселевич. Гилмар. Слепышев. Просто потянем время. Бросок по воротам. Бабков. 7,2 секунды. И в Брасне, в принципе, в чужой зоне. Если мы сейчас еще и в Брасне выиграем, это будет очень хорошо. Брасне не выиграли. Коваленко. Последняя атака. 2 секунды. Снимает голкипера, друзья. И выигрываем этот матч в ЦСКА у себя дома. Переигрывает Казанский Акбар, друзья, со счетом 3-2. Поздравляем всех болельщиков от ЦСКА с этой победой. Если вдруг еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас обязательно это сделай. Поставь лайк, влепи комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok